Добрый вечер, и мы с вами находимся в празднике Суккот. Все много говорят о блаках славы, азман с имхотейну, время нашей радости. Вы уже все знаете, что после того, как Маше Робейну спустился 10-го Тешрея с горы Сина и сообщил о том, что Всевышний простил нам грех золотым тельцом и объявил о начале строительства Мишкана, дома Бога на земле, 15-го Тешрея, на стан Израиля спустились облака славы, то есть божественное присутствие или проявление его, что и послужило окончательным подтверждением о прощении и поводом всеобщей радости и ликования. И теперь энергия радости пронизывает мироздание в эти дни года каждый новый годичный виток времени, и оттуда возникает этот непонятный внутренний толчок, внутренний мотив для радости в эти дни. И об этом еще много, все разные, много говорят. У праздника есть много других аспектов. И вот сегодня я предлагаю вместе взглянуть на один из них. Это будет глубоко. Именно так должен смотреть на происходящее еврей. Ведь сказано, что Яков сидит в шатрах. То есть у него удел быть внутри, познавать суть, а не витать на поверхности и довольствоваться какой-то поверхностной информацией, часто поэтому примитивной. Так вот, учит нас Рабы Лягу Деслер, что основное предназначение суки – разрушение нашего ложного ощущения реальности этого мира и создание у себя понимания истинной реальности. Рабы Лягу Деслер – это наш выдающийся современный мыслитель, учитель, один из духовных лидеров этического движения «Мусар». Он умер в 1954 году. Но в чем тут дело? Ведь на первый взгляд все просто. Человек летом возвращается, выращивает, а осенью собирает урожай. И после этого чувствует стабильность, уверенность, закрома полны, уверенность в завтрашнем дне, в своих силах. И тогда приходит повеление Всевышнего – «В суке живите семь дней». И евреи просто выполняют эту заповедь. Митсву, повеление Всевышнего. Строят суки и живут в них семь дней. Семь дней праздника Суккот. И нужно понять, как взаимосвязаны эти две вещи. Просто заповедь суки и какая-то истинная реальность. Мы начнем рассуждение, которое сегодня воспринимается как нечто сложное. Хотя для евреев, изучающих Талмуд, и способных следить за логикой, зачастую сложных дискуссий, такие рассуждения – это начальный уровень. Ну, давайте попробуем. Действительность – это то, что есть постоянно. Если процесс не постоянен, а он был, а потом его не будет, то можно сказать, что его и не было, то нет его действительности. То есть в действительности его нет. Мы знаем и уверены, что этот мир придет к концу. Сейчас он есть, но его не будет. То тогда можно будет сказать, что его и не было. То есть уже только поэтому, по большому счету, он нереален. Но посмотрим разные другие аспекты. Следующий шаг, как любит говорить Рав Михоэль Гитик. Сука – это символ мира, символ шалом. И облака славы были над еврейским народом в заслугу Аарона. Аарон делал мир между людьми. По одному из мнений в Талмуде, сука – это прототип этих облаков славы. Нужно понять, какая связь между шалом, миром, и аннулированием вот этой действительности, аннулированием реальности. В то время, когда мы аннулируем одну реальность, мы начинаем видеть другую реальность. Всем понятно, когда мы разбираемся в вопросе, начинаем понимать и разрушаем какое-то ложное представление, ложную реальность, мы начинаем видеть по-другому. Мы видим, как есть на самом деле. Да, это просто. Мир, шалом между людьми – это еще единство. Тоже это понятно. Но еще иврит, который отражает суть вопроса, то есть он показывает это, потому что шалем, как однокоренное шалом, это полный, цельный, единый шалем. И разрушение мира – это разрушение единства, разрушение цельности. С другой стороны, единство – это и есть истинная реальность, которая заключается в единстве Творца. Это чуть-чуть сложно, но пару слов для ясности. Все мы, люди и животные, все объекты этого материального мира, мы состоим из микрочастичек энергии. Я не силен в физике на этом уровне, но всем понятно, что есть молекулы и атомы, а еще глубже есть электрончики и протончики. То есть мы все, все объекты материального мира, мы есть нижняя форма высшей энергии. Что есть Бог? Вернее, энергия – это одно из имен проявления Бога. Мы все и все вокруг нас – это все проявления высшей энергии, проявления Бога. Для того, чтобы мы и все вокруг существовало, Бог, высшая энергия, должен практически полностью сжать и сократить себя, скрыть себя. И вот когда мы, разобравшись в этом, аннулируем для себя реальность этого мира, и для нас открывается истинная реальность. Нет ничего, кроме Творца, кроме этой высшей энергии, в которой мы где-то там частички, нет ничего, кроме Его воли, которая поддерживает существование этого мира. И истинная реальность – это выполнение Его воли. Стремление, извините, к духовности, выполнение митцвот, то есть Его повеление, Его воли – это то, что имеет ценность. Это единственное, то, что реально. Все остальное не имеет значения и нереально. Митцва – настоящая действительность. Кстати, оттуда и внутренняя радость, ведь выполняя заповедь, еврей радуется, так как он чувствует, что это настоящая реальность. Зайдем с другой стороны. Сначала было единство Творца. Единство полное, безграничное. В результате сокрытия Творца, сокращения его энергии, возникает конечный наш мирок. И сразу появляется двойственность. Скрытая часть и открытая часть. Открытая часть – это кажущаяся реальность. Вот она открыта, вот мы ее видим. А скрытая – это истинная реальность. И еще один аспект. В безграничном, бесконечном Всевышнем появился ограниченный конечный мирок. И эта ограниченность нашего мира, то есть появление неких границ, вводит понятие действительности и недействительности, истинной и ложной действительности. И открытие Творца – это истинная реальность, истина, добро. Сокрытие Творца – это ложная реальность, ложь, зло. И обратная сторона, и в Кабалея имеет название ситра-ахра. Мир, кто-то может слышал. Мир скрытости в себя – ложная реальность, ложная действительность. Она необходима Творцу. Только так реализуется свобода выбора человека. Творец дал человеку ощущение ложной действительности для того, чтобы он в ней раскрыл Творца, раскрыл реальную действительность. Когда в этом мире еврей переходит жить в суку, он из ложной действительности погружается в истинную, в реальность заповеди, в реальность воли Бога, в реальность духовности и света, которым обволакивает нас сука. Я желаю всем, кто еще не почувствовал на себе этот свет, эту высокую духовность суки, а за ней радость, раскрытие истинной реальности, быстрее использовать заключительные оставшиеся несколько дней праздника и хотя бы заложить основу раскрытия для себя Бога, истинной радости от приближения к Нему. Я желаю вам продуктивного окончания праздника. Брахава и Ацлаха. И остаемся и дальше в поисках смысла.